блок касательно фильтрации воды в пруду что это такое что лучше применять что не применять начнем с того что подумаем что такое равновесное состояние пруда или как сделать его прозрачным и такой миф в начале мы об этом говорили один из ваших специалистов сказал правильно что чем больше мы добавим воды в пруд тем быстрее он зацветет значит вот у нас пруд что делать мембрана пленка которую мы стелим в пруду она отсекает воду от минерального питания грунта то что отличает ее от естественного пруда когда он в глине глина постоянно растворяет минералы в воде это является питательным веществом веществами для микроорганизмов для от отличных водорослей мы говорили о дядях с большими головами которые решили что кофе теперь оно лет 30 назад тоже собрались дяди с большими головами и эти одноклеточные водоросли стали бактериями фотосинтезирующие бактерии были они раньше растениями в принципе решение верное в силу того что у них там в клетке нету ядра решили что они бактерии фотосинтезирующие бактерии это сине-зеленые водоросли которые вызывают цветение мутность воды при достаточном количестве питания и температуры зима прошла вода греется там растворились минералы когда вода поднимается до достаточной температуры тут у вас мутнеет 15-17 град уже тепло они начинают активно размножаться мы постели пленку отсекли воду от минерального питания что произойдет дальше если вы не будете трогать пруд часто пишут о том что если вы не спроектируете систему фильтрации у вас обязательно пройдется в болото будет свистеть такое неправда вы ничего не делать с этой системой и она обречена на то чтобы прийти в равновесное состояние и стать прозрачным даже если вы не поставите ни одного фильтра ни одного насоса вы ничего не будете делать он у вас станет обязательно прозрачным именно по этому фактору факту мы отсекли воду от минерального питания грунта дальше водоросли выедает всю питательную базу в этой экосистеме маленькой вашей отмирают и вода очищается пока в эту экосистему не привнесете питательные вещества он свистеть не начнет это решает очень много проблем и ваших подходах опять же к строительству то то чего говорят в книжках пишут о том что надо подобрать количество растений определенное чтобы он стал чистым это не совсем верно потому что растения даже если вы высадите их очень плотно в пруду никогда не превысят 10 процентный порог участия в очистке пруда вы можете потратить миллион на эти растения на 10 процентов это потолок максима 16 процентов это если вы все зеркало пруда засадите этими растениями это будет 16 процентов а 84 процента это будут микроорганизмы это научно доказанный процент это не моя выдумка в 70-х годах фиточные системы были очень популярны для очистки городов их исследовали в разных странах германия америка лидеры сельскох тоже их изучали на этот предмет защищены сотни диссертаций кандидатских докторских там все это уже изучили 16 процентов потолок при плотной высадке все говорят только растениях высших а чистят микроорганизмы поэтому вся история про очистку пруда достаточно только микроорганизмах растения применяем для чего чтобы был красивый дизайн в первую очередь у нас вообще дизайн что мы строим для человека это первоочередная штука и еще для того чтобы вынести нитраты из пруда все таки стоит сказать бактерии не участвуют они вы не забирают нитрат в воде они такое аммоний до нитритов нитриты до нитратов нитраты выбирают высшие растения но нитрат не является ядом но тем не менее конечно растения нужны чтобы нитраты выносить когда мы сажаем рыбу это уже источник загрязнения для пруда когда оседают постоянно листья падают взвеси различные может песочек есть потихоньку конечно накапливается опять питательные вещества будут опять нагревается и он опять начинает мутнеть плюс все-таки взвеси плавают если хотим абсолютно прозрачный пруд нужна фильтрация надо вылавливать взвеси с воды все-таки вода будет более прозрачной если вы еще поставите фильтр в дополнение в итоге если вы ставите фильтр в эту систему неважно уже как вы подберете растение он будет все равно у вас чистый если у вас отрегулирована подача воды в пруд и если немного рыбы или рыбы нет вообще если рыбы нет вообще тут у вас будет прозрачный и вы уже не переживаете и не заморачивайтесь с подбором оборудования уж так совсем сильно мы сейчас основные принципы обсудим и исходя из этих принципов без сложных расчетов вы всегда сможете подобрать оборудование сделать один из принципов подбора бурной какой с запасом надо ее сделать вы просто делаете кратный запас для всей системы и она гарантированно работает хорошо об этих запасах мы тоже поговорим так мы поняли главный принцип как добиться чистоты в пруду почему это сделать просто и дальше мы будем говорить о оборудовании рыба выделяет аммиак но для и много чего но основной это аммиак nh3 мы очищаем в цикле фильтрации мы основном боремся с азотом вычищаем азот из этой системы здесь еще одна хитрость помимо азота надо еще бороться с фосфором но с фосфором это будет сложная тема в принципе вот достаточно с азотом и что мы не аммиак далее бактерии не 2 Firmythง dtersอง он я переводит nitrity это все я томя яд нитрит vρ нитрит и яд из нитритов нитробактер и бактерий приносит нитраты нитраты забирают высшие растения пока в воде есть аммиак и ни 3 ты в большом количестве Растения не забирают нитраты Они будут забирать только нитрит и аммиак Поэтому если мы делаем систему фильтрации Бактерии должны вот эти два показателя приводить к нулю Тогда у вас система работает нормально Если есть у вас рыба в пруду И пруд прозрачный И не должно быть аммиака и нитритов Ну там в остаточных количествах Тогда растения забирают нитраты Но все-таки нитраты, тут три атома кислорода Это более устойчивое соединение И растение не будет его потреблять Пока есть нитриты в воде У вас будут накапливаться нитраты Поэтому мы учащаем вот эту часть в первую очередь Бактериями, фильтрами И тогда растения забирают нитраты Ну вот тогда весь цикл азота у нас нормально функционирует Вот она стандартная система фильтрации Вообще эта система аналог биоплато Горизонтального типа Фиточная система горизонтального типа Даже вертикального вру Вот вода здесь движется сверху вниз, снизу Вверх Это пластиковая система фильтрации Скопировали принципы с биоплато То, что называлось биоплато То есть мы не биоплато делаем взамен фильтров Биоплато это вообще изначальная система очистки Они просто скопировали эти же принципы И стали делать в очистке бассейнов и в очистке прудов То есть это более позднее решение Вот смотрите, вода поступает Вот эта система, вот насос отсюда выкачивает воду На каскад Эта система вся герметичная Это система фирмы УАЗЕ Стоит она больше миллиона Коробки в объеме 100 литров всего Каждая Такой вот ящик Пять ящиков под миллион Конечно, это не очень эффективная система В плане затрат денежных Как я говорю часто Ее можно использовать Если у вас горит ипотечный кредит То можно использовать Получите бонусы от поставщика Устанавливается все за день, за два Сразу пришли, чем хороша система Пришли, поставили, забыли Ежегодное обслуживание То есть Эти все системы Про зарабатывание денег То есть Почему их разрабатывают Продают активно, двигают На этом можно заработать Если стоит задача Сделать для клиента, как для себя Чтобы у него было меньше проблем То, конечно, эту систему Применять не стоит Но На этой системе просто очень хорошо видны принципы Как это работает Вода поступает Вот здесь выкачал насос в воду Образуется раздраженное пространство Вода самотеком проходит эти слои Потому что вот видите уровень воды в пруду Вот это давление передается сюда Оно движется На барабанном фильтре очищается Механическая очистка происходит Попадает сюда в верхнюю часть Стекает Вот так проходит вниз Снизу вверх И опять затекает Проходит здесь кипящий слой Это тут аэратор И шарик вращается Перетекает в эту часть И здесь проходит вниз И вверх проходит Тут еще сидят бактерии И дочищают то, чего нет Вот здесь, по-моему, фосфор Забирается в этой части Все это привлекает в эту камеру Где стоит насос Принцип какой здесь? Здесь сидят бактерии И это очистка И механическая И биологическая Вот здесь идет биологическая очистка Очистка бактерии И в принципе в пруду у вас будет Прозрачная вода Потому что все взвеси поймает Барабанный фильтр Все остальное дочистят Включая фосфор Вот эти два Вот эти три фильтра И в принципе Пруд до двухсот кубов Вот эта система В миллион рублей С установкой Наверное, миллиона полтора Будет стоить Она справится Объем Фильтрационной части 300 литров условно 0,3 куба всего лишь Это фильтр занимает Может чуть меньше Когда мы будем делать биоплато Обсуждать Эта история не про 0,3 куба А про 10, 20, 30 кубов 0,3 куба и 30 кубов Отличаются в 100 раз А в цене в 10 раз дешевле Ну, в 5 раз дешевле Объем основной показатель Он коррелирует с площадью поверхности Площадь поверхности Это главный показатель Связанный с эффективностью бактерий Потому что бактерии На поверхности сидят Образуют биопленочку Чем больше объем Тем больше площадь Тем больше бактерий Тем эффективнее фильтр Эти фильтры требуют очистки Раз в неделю хотя бы Биоплато Большого объема Правильно построенное Не требуют очистки Весь период эксплуатации Первые 10 лет Свои эксплуатации Биоплато Усиливает свои фильтрационные свойства Это тоже исследовано учеными Есть прям динамика На сколько процентов Каких условий С каждым годом Качество воды Выше, выше, выше Через 10 лет Она выходит на максимум Или 20 лет Условно Она Дает Как бы Стабильные показатели Душе этой точки Понимаете Он должен поднять наверх воду Потом она Проходит все слои И вытекает уже вниз То есть Если эта точка Ниже этой точки То она не сможет Вода сюда течь Понимаете, да? Этот фильтр Должен быть на возвышенности Это другая система установки Мы ни разу не ставили Эту систему Ну, потому что она Объективно очень дорогая И у нее есть аналогичные Решения Вот, например, такой фильтр Вы его видели Скорее всего Гравитационный фильтр Внутри Вот лампа ультрафиолетовая Которая обеззараживает воду Коагулирует эти все водоросли В комочки Собирает, обжигает их И ловит потом Вот в этих частях Механически вылавливает Все эти плавающие комочки А биологически это бактерии Сидят и чистят на этом фильтре Точно так же Чистят септики Канализационные Активного типа В доме Сейчас ставят Такие трехкубовые Тот же принцип Только у них Ультрафиолетовая лампа На выходе Они обеззараживают Уже воду После фильтрации Да, вот Качаем воду С насоса Наверх Лучше со дна Видите, он качает воду Вот отсюда Со скиммера Фактически Не со дна Но частично берутся Со дна, да А вот со скиммера Это не очень эффективный скиммер Скиммер надо брать береговой И не качайте Не берите воду со дна Я даже с немцами Консультировался Они считают, что Достаточно перемешивается Вода в пруду Со дна Не надо поднимать Ил И толкать Фильтр Во-первых Быстро забьется Часто чистить надо И часть взвеси Все равно попадает В толщу воды У вас постоянно Будет плавать Все частички Упадет уровень кислорода В воде Грязь повысится Поэтому со дна Не забирайтесь Сидит на дне ил И лучше Карпов Если есть возможность Карпов не заводить Не заводите Лучше карасик А сетр Та рыба Которая не поднимает Взвеси Не роется так сильно Если карп коет То можно сейчас Декоративных карасей Завести Вместо них Но они не такие Ручные становятся Конечно Если кто-то хочет Прямо с руки Кормить рыбу Карпов коет То Тут придется Карпа завести Но тогда Фильтрацию Надо хорошую Вот Стандартный фильтр Немецкий Стоит 100 тысяч Стоит 100 тысяч Потому что Очень сложная Конструкция Высокие технологии Видите Вот эти микросхемы Все это электроника Стоит огромных денег Она спрятана Внутри пластика Везде микропроцессоры Поэтому 100 тысяч Там маленькие роботы Они плавают Смотрят Ищут грязь Выбирают Вычищают Складывают В отдельные контейнеры Поэтому это стоит 100 тысяч Китайские аналоги Они стоят 1015-20-30 То есть Если мы берем Такой фильтр Конечно Можно на китайском Аналоге Остановиться Что это за фильтр Мы будем Дальше Биоплато изучать Это Типичный Аналог Фитоочистной системы То что называют Биоплато Неправильное название У всех путают Фитоочистная система Горизонтального Типа Это аналог Биоплато Горизонтального Типа Вода движется Горизонтально Через слои Загрузки Здесь просто Более крупные взвеси Следующие взвеси Это мелкие взвеси На них сидят Бактерии И чистят воду Механически Все это оседает Раз в неделю Нужно чистить Только С той разницей Что Если вы будете строить Биоплато 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 Горизонтального Типа Вы Его не сможете Построить 100 литров Это очень сложно Его проще Построить 1000 литров Чем 100 литров Понимаете Вы его Построите Минимум 10 тысяч Литров Просто что-то удобно 10-ти кубовая Емкость Понимаете 100 литров И 10 тысяч Литров Разница В 100 раз В 100 раз Поэтому Не требует Очистки Он сам себя Регенерирует Он сам себя Почистит Стоимость Будет Примерно Тоже 100 тысяч Может даже Дороже Чуть-чуть Чем 100 тысяч Но С трубами С насосом С установкой Это все будет 200 тысяч Может 220 Ну где-то В 250 Вы уложитесь В 200 тысяч Но только Сделайте И вы будете Здоровы Не 100 литров А 10 тысяч Литров И сможете Еще посадить Высшие растения Которые Как мы выяснили Нитраты Забирают Из воды Этот нитрат И не забирает И в биоплато Чем еще Растения Хороши Когда у вас Накапливается В фильтре Грязь У них В этой В этих Илистых Как бы Вот у нас Фильтр И здесь Вот у вас Загрузка Да Вода Поступает Идет Горизонтально И выходит Эту часть У вас здесь Отсыпка Щебнем Или гравия А здесь У вас Растут растения А тут У них Корни У вас Накопилось Достаточно Грязи И чем Больше Грязи Тем Быстрее Они Разпускают Свои Корни И выносят Эти Вещества Которые Накапливаются Здесь Потихоньку Вы Скашиваете Каждую Осень Траву И в компост Это Есть Вынос Этих Веществ Которые Накапливаются У вас Внутри Фильтра Понимаете Да То есть Растения Забирают То Что Недочистили Бактерий То Что Накапливается Внутри Они Постоянно Выбирают И вы Скашиваете Вот эту Листву И на Компост Это Есть Вынос Этих Веществ Плюс Они Кислород Добавляют В эту Систему Активизируют Развитие Водорослей Поэтому Если Пруд Надо построить Быстро Если Он Небольшой Есть Куда Поставить Фильтр Заказчик Не Хочет Тратить На Биофильтр 300 Тысяч Быстро За день За два За три Но Если Стоит Вопрос О постановке Фильтра Дорогого Немецкого Голландского Итальянского Французского Заказчик Говорит Что угодно Только не Китай Да То Оптимальная Фирма ОАЗ Вот Такой Фильтр Система Screenmatic Вот Эта Вот Сеточка Это Аналог Барабанного Фильтра Просто Барабанный Фильтр Данной Фирмы Я даже Не показывал Он стоит 250 тысяч Он Чистит Только Механическую Часть Взвес В воде А этот Фильтр Стоит 130 тысяч 150 Если взять Поменьше Он будет Стоит 1080 90 Уже Более Менее Кстати Но Вот Эта Сеточка На 80% Имеет Эффективность Как Барабанный Фильтр На 70 Точно Здесь Моторчик Эту Сеточку Прокручивает Периодически Вода Смывает Грязь С нее А сама Сеточка Это очень Маленькие Поры Она Пропускает Воду Но не Пропускает Взвесь Очень Хорошо Чистит Мелкие Взвеси В воде Тут Становится С таким Фильтр Такой Чистенький Чистенький Нет Взвеси Кристальный До дна Даже Бывает С биофильтрами Мы Иногда Ставим Такую Систему Если Она Есть Уже Закупил Заказчик Например Перепродавать Выкидывать Мы ее Ставим Просто Для Того Чтобы Эта Система Взвеси Ловит Очень Хорошо Из Сей Толщи Воды Продав Это На какой Объем У них Три Размера Под разный Объем Выберите За 130 За 130 Это Кубов На 150 А За 80 За 90 Тысяч Кубов На 70 80 Но Мы Если Покупаем Берем Дешевый За 80 Тысяч Потому Что Это Условно Объем Все равно И тот И тот Маленький А Барабан У них Примерно Одинаковый Поэтому Чтобы не тратить Лишних денег Берем За 80 В него Также Насос Отправляем 15 Кубовый Протока Воды Та же Самая Очищает Примерно Взвесит Так же Эффективно Поэтому Мы Не берем Дорогие Вообще Эффективнее Поставить Вместо Одного За 130 2 По 75 Там Или По 70 Почти Или Они Примерно Так В два Раза Отличаются Значит 140 Стоит Те 70 Лучше 2 По 70 Два Насоса Протока Воды Выше Эффективность Выше Второй Показатель Какой Объем Воды В единицу Времени Мы Фильтруем У нас Был Один Объект Я О нем Еще Расскажу Плато Здесь Биоплато Два Биоплато Здесь Водозабор Здесь Насосы И толкают Воду В биоплато Здесь Сетка Из Труб Здесь Сетка Из Труб Два Мощных Насоса Это Почти Полтора Гектара Из-за Того Что Направление Воды Мы Дали От Насосов В эту Часть Тут Почти Метров 80 Тут Тоже Около 80 Большие Потери По Мощности Воды На Выходе Поставили Два Насоса По 150 Кубов На Выходе По 25 Только На Все Полтора Гектара 50 Кубов В час Всего Воды Фильтруется Мертвый Припарк 50 Кубов У нас На Маленькие Пруды 50 Метров Бывает 50 Кубов На Полтора Гектара Получилось 50 Кубов Ошибки Ошибка Проектировщиков Ну Не ошибка Неправильный Вообще Подход Не Мы Проектировали Его А Надо Было Ну Хотя Бы 200 300 Кубометров В час Для Такого Пруда Было Было Эффективно Соответственно Покупая Два Маленьких Фильтра Ставим К ним Насосы Мы Увеличиваем Протоку Ну Если Не В два Раза Но На Процентов 60 Увеличиваем Объем Воды Вниз Времени Тоже Очень Хороший Показатель Вот Так Работает Барбальный Фильтр Вода Проходит Сквозь Сетку Вниз А Грязь Проходит По этой Сеточке И попадает В этот Лоток Он Прокручивается Периодически И грязь Собирает Здесь Очень Хорошая Система Ни У кого Нет Такой Системы Только Фирма Оазе Если Говорить О Они Стоят Очень Дорого Комплект 600 650 Если Можно За 140 Купить Там 650 Тысяч Ничем Не Лучше Просто Красивый Кондовый Фильтр Еще Для Него Нужно Помещение Этот Фильтр Просто Можно Поставить На Берегу Вот Голландский Я даже О нем Не Рассказываю Это Просто Очень Хороший Фильтр Для Зарабатывания Денег Не Рекомендую Нет Никакого Фактора Что Его Отличает Чтобы Его Использовать Только Лишние Затраты Денег Выигрывает Только Производители Продавец Вот Эти Фильтры Стоят Немец Китайские Аналоги Если Ставить Это Немцы Это Будет Миллион Вот Еще Бетон Тысяч На Двести Со Всеми Слоями Гидрозоляции Я думаю Тысяч Триста С дренажем Из Четыреста Вот Это Помещение Будет Стоит Заказчик За Эти Деньги Можно Прут Построить Вот Еще Бетонный Край Берега Но Это По крайней Мере Дизайнерски Оправданно Может Просто Так Хотели Они Сделать Четкую Линию Тогда Все нормально Четкую Линию Чаш Это Все Оправдано Вот Эта Часть Здесь Надо Строить Просто Биофильтр Внутри Пруда Или Биоплато Зачем Трать 400 тысяч На Бетон Чтобы Поставить Пластиковые Аналоги Биоплато Вертикального Типа Его Надо Обслуживать Менять Ультрафильтр Лампы Чистить История Про 200 тысяч В год Дополнительно Клиенту Через 8 лет Надо Заменить Пластиковые Внутренности Они развалятся В мочалку Просто Превратятся Каждый год Меняем Ультрафильтр Лампы В общем История Про Горящий Ипотечный Кредит Который Надо Закрывать Срочно Вот Аналог Если Уже Говорить Об этих Фильтрах Немецких То Если Заказчик Хочет Поставить Кандовый Хороший Фильтр То Надо Говорить О Российском Фильтре Как ни Странно Фирма Топлосаква Совместно С крутой Компанией Гидрология Москва Сайт Водоемов Точка Ру Создали Хороший Фильтр Фильтр 3 Кубометра Очень Плот Пластик Качественный Полипропилен Дорогой Пластик Тот же корпус Который Применяется Для Активных Септиков Топлос 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 Это компания Делает активные Септики Лидер в России По канализациям Активным В домах И у них Требования К этим Корпусам Гораздо Выше Чем Требования К прудам Потому что Это Система Жизнеобеспечения Дома Они Не боятся Морозов Непромерзания И Долго Служат Соответственно Тут стоят Ультрафиолетовые Лампы Открыто Светят Это тоже Хорошо Тут Они стоят В большей Мощности Никак В тех Фильтрах Вот Этот Фильтр Немецкий Если Весь Комплект На него Собрать С ультрафиолетовой Лампы Это 200 тысяч С лампочки Даже Чуть Больше 200 тысяч И Лампа Мощностью Будет иметь Меньше И Без Аэратора Внутри Если К нему Купить Аэратор Мало Того Что Он Такого Бытового Типа Аэратор Но Это Еще 40 50 Тысяч А Вот Эта Система Здесь Профессиональный Аэратор Канализационный Профессиональный Канализационный Рационный У него Очень маленькие Отверстия При падении Давления Вода Не попадает Внутри него Всегда воздух Потому что Он не пропускает Обратно Воду Он себя не впускает Он только Выпускает Воздух Поэтому Долговечный В нем Не развивается Водоросли Он не забивается Этого нет В бытовых Фильтрах Немецких Или Китайских Это в наших Российских Фильтрах Здесь Можно сделать Кипящий слой Это когда Пузыри Поднимаются Здесь плавают Такие Пластиковые Пригружающие Ну шарики Пластиковые Мы конечно Можем сделать Еще качественнее Мы обсудим Как сделать Еще лучше Систему Но Имейте ввиду Что если Есть клиент Который хочет Что-то Крутое То Вот Эти фильтры Здесь уже Циолит Загружается В трубы Вот Вода Проходит Снизу Вверх Сверху Вниз И снизу Вверх Это Аналог Биоплатои Вертикального Типа Да Дверь Свертикальная И потом Она выходит В эту часть Здесь Она обогащается Бактериями Полезными Здесь Циолит У них Объем От 200 литров До 3000 До 2000 Литров Разные Целая серия Но Надо под заказ Они Плохо Его продвигают Он Неизвестный Но Ничего Более Качественного Из таких Вот Фильтров Гравитационных На рынке Нет Вот Либо Немцев С барабана Надо брать Китайцев Если надо Дешево Если дорого Но качественно Это единственный Вариант Сделан он По аналогии От работы Немецких Фильтров У нас Просто был Клиент Вот Мы ему Поставили Первые Такие Комплексы И Разрабатывали Вместе с ними Под конкретного Клиента После чего Они Выставили Они еще Доработали Улучшили Внешний вид Улучшили Компоновку И вот Стали продавать Раньше Было 400 тысяч Но Пересмотрели Оценку Теперь Повысили До 650 тысяч Стоимость Но С той лишь Целью Что 200 тысяч Получаете Вы Как Посредник То есть Это специально Для продавцов Бонусная система До 200 тысяч Они дают Скидку Ну Чтобы Стимулировать Продажи Магазинов Дизайнеров Фритекторов И так далее Так же И немцы Продают Маленьких Прудов Наверное Идеальная Система Если у вас Пруд 20 квадратных Метров Биоплатон Нет смысла Строить Просто Маленький Вот такой Вот фильтр Он Герметичен Поэтому После него Воду Можем поднять Еще на 2 метра Выше И пустить Каскад То есть Когда вы Ставите Насос Для каскада В пути Движения воды Можем поставить Вот такой Фильтр Вот он Выглядит Вот так Вода В один шланг Входит Другой Выходит Проходя Через все Слои Внутри Уже Стоит Ультрафиолетовая Лампа Губки Бактерии Все внутри Очень удобно Для маленьких Прудов Конечно Фирма ООЗЕ Оптимальна Какой-то большой Маленький Спорт Нужно Покупаем Большой За 60 тысяч Фильтр И он Решает Все проблемы Раз в неделю Надо чистить Понимаете Дальше он работает Вот у вас Пруд У вас Насос Пока Я его здесь Нарисую Второй вариант Конечно Вот Скиммер Здесь стоит Для сбора Мусора И тут Тоже Насос Мы можем Отсюда Качать И вот у вас Вода Пошла А вот здесь У вас Каскад Как бы так Его нарисовать Вот Вот у вас Каскад Вода Падает В этом Направлении Насос Качает Воду Наверх Вот в Любой Из этих Точек Вы можете Просто Поставить Вот этот Фильтр Вот здесь Может Стоять Этот Фильтр Просто Вода В него Входит Здесь Выходит Проходя Через Него И дальше Движется Вот сюда И вытекает На каскад Понимаете Да Насос Качал Воду В этом Направлении Вы просто Режете Шланг Девчонки Вот Режете Просто Шланг И на Хагу Движения Шланга Ставите Фильтр Шланг В один Штуцер Входит В другой Выходит Вода Проходит Через фильтр Просто Здесь Она Фильтруется И выходит На каскад Очень удобная Система Китайские Аналоги 9000 20000 15000 Но за ними Надо Чуть Чуть Трепетнее К ним Относиться У них Более Жесткий Пластик На зиму Убирать И аккуратно Закрывать Открывать Потому что Крепежи Могут Сломаться Да На зиму Лучше Убирать Либо Делать Металлическую Железную Бочку Сюда Одевать Закапывать И внутри Его Монтировать И на зиму Отключать И вынимать Из бочки Или сливать Воду В бочке Оставлять На зиму Чтобы Не разорвало Вот стандартный Береговой Береговой Скиммер Недорогой Немец Стоит 18 тысяч Китай Стоит 12 тысяч 12 тысяч В розницу Оптом Еще Дешевле Соответственно Это Эффективный Скиммер Вот Это Плавающий Скиммер Неэффективный Их лучше Не использовать Плохо Собирает Мусор Есть Один Плавающий Скиммер Но Он стоит Около 100 тысяч Тоже Фирму Оазе И он Имеет Тоже Такую Прямоугольную Форму Я его Не включил В презентацию В следующий раз Включу Но Просто Имейте Ввиду Он Эффективный Но Он Очень Дорогой Но Эффективный Но За 15 тысяч Она его Заменит Поэтому Мы Сегодня Об Оптимальных Системах Вот Такой Береговой Скиммер Фирмы Оазе Биозис Плюс Называется И Китайский Аналог Фирмы Пантеч Есть такая фирма Неплохие Скиммеры Они Сразу С насосом Продают Следующий Береговой Скиммер Наиболее Качественный Это Savio 120 Очень Качественный Пластик Если Вот этот Скиммер Корова Копытом Пробивает Проверено То Тот Скиммер Корова Копытом Не Пробивает Проверено Очень Прочный Скиммер И Главное Что Вот в этом Скиммере Отверстие Для Шланга Внизу Находится И мы Соответственно Не можем Его продуть В нем Всегда Вода И Зимой Бывает Шланг Лопается Шланг Нужно Использовать Напорно Всасывающий Шланг НВС Чтобы Не Рвало Его Зимой И Резко Его Не Поворачивайте Плавные Повороты Под землей Можно Использовать ПНД Трубу Толстую Для воды Предназначенную Тоже Хороший Вариант Но Там Придется Переход Вверху И Внизу Сами Выбирайте Куда Направите Шланг Надо Вверху Шланг Поднялся Вверх Ушел Вниз Этот Шланг Находится Выше Уровня Воды Уровень Воды Вот он Шланг Выше На 5 Сантиметров Соответственно Вы можете Подать Сюда Давление Воздуха И Шланг Весь Продуть На зиму Он У вас Не Лопнет Соответственно Вот Эти Скинеры Сай Минус Только В том Что Стоит 60 Тысяч Китайцы Пока Не Скопировали Скопировать Будет Стоит 15 Тысяч Вот Монтируется Он Вот Таким Образом Вот Это Отверстие Можно Даже Не Вырезать Сперва Вырезать Его Потом Есть Вот Такое Не Широкое Есть Широкое Отверстие Мы Берем Широкое Здесь Просто Удобно Показать Просто Вот Здесь Идет У вас Гидроизоляция И На Этой Стенке Гидроизоляции Подставляется Снимается Вот Эта Шторка Вот Эту Шторку Убираем Подставляем Скиммер С этой Стороны Пленку На Него Одеваем Пленку Дыряем Вот В Этих Вот Дырочках Ну Или Как-то Закрепили По Углам Потом Начинаем Протыкать И Вкручивать Болты И Просто Рамочку Сюда Одеваем И Вкручиваем Прямо На Гидроизоляцию Гидроизоляция Остается Между Рамочкой И Скиммером Ваша Гидроизоляция Вашего Пруда Вот Эту Дырку Можно Даже Не Вырезать И У вас Так Остается Резина Вы Прикрутили Налили Воду Можете Проверить Даже Чтобы Не Текло Вырезаете Резинку И Вода Попадает Скиммер И Проверяете Герметичность Не Уходит Ли Вода Вот В этих Стыках В Грунт Для Этого Надо Обкопать С этой Стороны Скиммер Чтобы Было Видно Если Где-то Потечет У вас Здесь Появится Вода Сразу Сразу Проверили Он Герметичен Вода Не Течет Все Закопали Но Сильно Не Заморачивайтесь Вы Должны Просто Купить Скиммер Отдать Бригадиру Там Есть Инструкция Если Он Не Может Установить Это Значит Идиот Которого Надо Увольнять Вот Сложная Система Фильтрации Для Чтобы Смонтировать Нужно Приглашать Профильную Компанию Бассейн Или Компанию По строительству Прудов Она Очень Дорогая Многие Именно Ее И Продают Потому Что История Про Большие Показатели Цена Плюс Качество Хорошая Цена Высокая Это Барабанный Фильтр Здесь Биофильтр Это Украинская Компания Red Label Вот Здесь Барабанный Фильтр Стоит 1400 300 Что Все В металле В оцинкованной Часть Фильтр Стоит Столько Весь Комплект 1600 Стоит Под Нем Опять Помещение Пластиковое Если Бетонное Мы знаем 300 400 Тысяч Если Не Делать Профанацию Как Полагается Должен Дренаж Под Бетоном Гидроизоляция Внутри Снаружи Гидроизоляция Дорогие Материалы Система Пенетрона Желательно Чтобы Все Не Продавило Это Такая В общем История Дорогая Это 600 Трубы 50 Насос Два Насоса Если брать По 100 Тысяч Вот Уже 800 Сработает 950 Тысяч Под Миллион Плюс Бетон 300 Тысяч Это Миллион 300 Вот Этот Кусочек Вот Этот Пруд Можно За Миллион 300 Построить Может Дешевле Это Миллион 300 Донные Водозаборы Тоже Дорогие Сложные Скимер Вот Как Закопан Во-первых Надо Делать Все Качественно Потому Что Потом Трубу Не Переложишь Она Идет На Полтора Метра Глубиной Или Под Прудом Вообще И И Все Это История Про 20 Кубометров В час Про 30 Кубометров В час То есть Не бог Весь Какая Система Производительная Донные Водозаборы Они Забирают Грязь Вот В этой Части То есть Надо Их 6 7 8 Поставить И Тони Не Очень Эффективны И Они Забирают Грязь С Одна Пруда Один Из Вариантов Не Трогать Тыл И Он Не Будет Мешать Вам Соответственно Если Мы Его Собираем Надо Очень Хорошо Чистить Чтобы Он Обрат Не Попадал В Толщу Воды Хорошо К Этой Системе Еще Добавить Изонирование Тогда Будет Все Прозрачно Хорошо Еще Миллиона Полтора До 800 Но Вообще Сладкий Объект Прикольно Устроить У нас Нас Устроят Много Таких На Приезжаешь Там 8 Миллионов Предположено Вся Система Водоподготовки В Объеме Меньше Кубометра Все Считаешь Все Фильтра Все До Куба 600 700 Литров Объем Зато Насосов Много Барабанов Ультрафильтовых Ламп Озон Аэрация Помещение Целое То есть 8 Миллионов Не очень Большие Пруд И Сам Пруд Там Миллиона Два Наверное И Кто Водделки Хороший Биоплато За Миллион Рублей Может Дать Качество Очистки Порой Даже Лучше Чем Вся Их Система За 8 Миллионов Либо Сопоставимо Причем Если Даже Тратить Этих 8 Миллионов К Ней Б Желательно Все Равно Потратить Этот Миллион За 9 Но Полный Фарш И Будем Взвеси Ловить И Чистить И Дна Собирать И Еще Биоплато Но Если Ты 7 Миллионов Тратишь Чего тебе Миллион Не Добавить Хороший Фильтр Или Сделать За 7 Миллионов А Миллион Потратить Добавить На Биоплато То есть В любом Случа Биоплато Самый Оптимальный Вариант К Любой Дорогой Системе Большого Пруда Какой Биоплато Будь Добр Добавь Ну Нелогично Понимаете Да Чем я Здесь Тут Два Барабанных Фильтра Поставь Лучше Один Барабанный Фильтр Один Два Насоса Поменьше Помещение Сэкономленные Деньги Тебе Хватит На Огромный Большой Биофильтр Который Не требует Помещения У тебя Будет И Вот Эта Система Дорогая И Эффективная Недорогая Система Ты Взвеси Поймаешь И Чистить Будешь И Заказчик Увидит Что мы Реальную Грязь Чистим Убираем Но У вас Будет За миллион Еще Где-нибудь Здесь Нормальный Биофильтр Который Будет Убирать Биогенные Вещества Из пруда Эффективно Долговечно И Который Не надо Чистить Этот Фильтр Надо Чистить Раз Барабанный Фильтр То Наверное Раз Две Недели Раз Три Недели Менять Ультрафильтовые Лампы Ежегодно Через Десять Лет Все равно Внутренность Актид Надо Поменять И Отремонтировать Барабан Опять Затраты А этот Приятель Который Вы Построите Внутри Пруда Можете Вообще Про него Забыть Просто Ничего С ним Можете Не делать Насос Сломается Поменяйте Не сломается Не меняйте Забыли На зиму Выключить Ну Забыли Выключить Всю зиму Работал Блин Ну Работал Че Работает Работает Выключать Так уж Май Пусть Работает Ну Ладно Работает Все Принцип Затекает Вода Через Донный Забор В этот Фильтр Так как Фильтр Стоит В уровне С водой Воды Он Самотеком Затекает Когда Насос Отсюда Начинает Качать Воду Чистую И Проходит Барабанный Фильтр На нем Чистятся Все Взвеси Потом Попадает В кипящий Слой Это Некий Биофильтр Ну Объем Здесь Наверное Литров 150 То есть Это Аналог Ну Ближе К вертикальному К биоплату Вертикального Типа То есть Внутрь Аэрацию У нас Получится Вот Вот Такой Фильтр Только Более Эффективный Здесь Такой Кипящий Слой Это Плавающие Шарики Пластика На которых Сидят Бактерии Пузыри Воздуха Начинают Их Болтать Они Болтаются И Выедают Биогенные Вещества Эффективный Фильтр Но Другой Редактор субтитров